всем привет в этом видео жесткий диск значит такой проблемы просто не определяется и естественно руки чешутся каким-либо образом вмешаться в это неприятное событие значит видно что винт немножко такой потрепанный долго где-то он валялся лежал здесь вот объем у него 250 гигабайт это сегейт барракуда давайте взглянем сразу на плату первое что привлекает это конечно же окислы которые мы можем увидеть немножко крупнее да и из этих окислов возможны и возникают какие-либо проблемы по питанию платы для этого я сейчас откручу вот эти вот сколько тут у нас шесть болтов здесь специально звездочка я буду пользоваться вот этим набором который вы наверняка уже видели на канале что обычный дешевый набор числе с алиэкспресса значит сейчас раскрутим и уже увеличено посмотрим в каком состоянии находятся контакты и будем их очищать ну что ж платы я открутил и вот видим вот такое вот значит состояние принципе здесь особо высматривать нечего обычные контакты контактная группа да здесь у нас сейчас мы посмотрим увеличена на это дело значит и мы заметим что здесь присутствует тоже окислы что в принципе могло являться проблемой и могло привести к тому что жесткий диск не определялся значит сейчас ластиком будем все это протирать все эти контакты по возможности уберем абсолютно все окислы и так можно при увеличении рассмотреть то что контакты действительно довольно таки окислившиеся сейчас я попытаюсь накинуть на этот объектив индустар 69 еще и макрокольца для того чтобы можно было еще детальнее все это рассмотреть ну вот сейчас установлено третье макрокольцо то есть это 30 миллиметров объектив еще отдалился непосредственно от матрицы фотоаппарата и уже довольно таки неплохо заметно да насколько окислы так сказать захватили поверхность контактов да и вот особенно вот в этих местах где собственно вот болтики вот эти вот болты закручиваются и придавливают вот эту плату значит и вот еще достаточно немаловажные три контакта и я думаю заметно что вот левый контакт он даже вот коррозия попала между контактом двигателя здесь вот три контакта которые подходят непосредственно к двигателю и также можем посмотреть вблизи что происходит ну вот например снимать приходится с рук так как она объективе расстояние между объективом и объектом около двух сантиметров на то есть приходится вот так вот с рук это все снимать ну вот ну и в принципе нужно это все дело почистить с помощью обычного ластика для карандашей резинки и посмотрим что из этого получится также под увеличением посмотрим ну вот так вот выглядят контакты после чистки ластиком могу заметить что желательно очищать все поверхности которые не покрыты лаком то есть все все окружности отверстий желательно в общем-то все очищать от окислов так как это может повлиять на работу жесткого диска значит и вот эти три контакта которые ведут непосредственно к двигателю жесткого диска вот так вот они выглядят конечно это далеко не идеал могу заметить вот эти риски скорее всего они заводского происхождения то есть просто они в данный момент очистились вот эти пор очистились и вот приобрели вот такой вот вид конечно это далеко не идеал но я думаю контакт тоже должен возобновиться в этих местах если он отсутствовал и могу заметить что обратная сторона вот этой платы также была очищена вот эти контакты также окружности вокруг винтов то есть в принципе все что удалось очистить все постарался ну вот есть также такие вот места их тоже желательно все очищать кому интересно узнать кое-что о макросъемке в общем-то и посмотреть на какой объектив снималось это видео вы можете зайти на канал и зайти в видео и посмотреть есть отдельное видео про макросъемку значит ну вот еще вот такие вот места их тоже нужно еще наверно доработать немного все зависит от ластика ластик мягкий у меня поэтому немножко трудновато все происходит значит сейчас я немного еще по доработаю здесь все и попытаюсь это дело подключить и по возможности уже показать или рассказать вам заработал ли данный жесткий диск ну что ж вы убедились то что жесткий диск был подключен компьютеру и действительно он работает протестировав его я убедился что он в отличном состоянии его можно использовать как хранилище либо как системный диск установить на него операционную систему убедиться в том что именно этот жесткий диск был установлен можно по серийному номеру он вот вверху здесь и также видео я с помощью программы виктория вам показал увеличенное то что именно этот жесткий диск можем еще глянуть на эту сторону то есть видно что плата такая да это он есть значит надеюсь это видео вам было чем-то полезным не забывайте про комментарии про оценку видео заходите на главную канал и там вы сможете найти также еще другие видео которые возможно вам тоже будут по душе на этом все всем спасибо за внимание увидимся и а и и и и и и